Добрый день! Елена Носова, куратор федеральной программы по поддержке театров малых городов России, Государственного театра наций. Да, спасибо! Действительно, в Театре нации состоялось открытие сезона, и в этот же день прошла церемония вручения премии имени Федора Корша. Театр наций находится в здании Русского драматического театра, основателем которого был Федор Корш. Конечно, приятно получать признание от своих коллег, но я вышла исключительно для того, чтобы поблагодарить нашего художественного руководителя, народного артиста России Евгения Миронова, за возможность реализации различного рода проектов, иногда диаметрально противоположных. Ни для кого не секрет, ведь что Театр нации это проектный театр, у нас нет своей стационарной труппы, поэтому все мы люди проектные. И хочется сказать, что мне лично, конечно, нравились и нравятся все проекты, все форматы, которым я была причастна. И когда сказали о премии, подумала о том, что у меня, может быть, и не очень много проектов, но они все довольно продолжительны по времени и успешны. Для себя я определила таких вот четыре этапа, которые хотелось бы вспомнить. Первое, это еще работа в кинокомпании. Евгений Миронов меня пригласил в оргкомитет акции по поддержке российских театральных инициатив. Пожалуй, это был первый серьезный опыт работы с регионами. 10 лет мы проводили акцию по поддержке российских театральных инициатив и, пожалуй, отметили все самые интересные театры, студии, проекты, наградили молодых еще студентов, актеров, режиссеров. И, кстати, как показывает время, вся эта работа была не напрасна. Теперь, когда мы едем по стране, проводим фестивали, лаборатории, другие некие локальные проекты. Когда я вхожу в театр и вижу в фойе или в гримерке диплом с буквой А, акция, кстати, авторство Александра Боровского, мы понимаем, что здесь наши лауреаты. И надо сказать, что теперь они стали и заслуженными артистами, и художественными руководителями театров, и главными режиссерами. И это радостно. Поэтому, конечно, я благодарю Евгения Миронова за то, что он когда-то пригласил в оргкомитет этой прекрасной театральной инициации. Второе. Перейдя в Театр наций, мне посчастливилось, у меня четыре спектакля в качестве куратора проектов. Перейдя, я сразу попала в легендарную экспедицию на Алтай, в село Сростки, на родину Василия Макарыча Шукшина. И от идеи, от подготовительного периода по премьеру, собственно, это и был мой первый спектакль. Это рассказы Шукшина. Как говорят критики, это визитная карточка Театра наций. Вторым спектаклем была у нас такая пронзительная история. Бедная Лиза в постановке блистательной Аллы Сигаловой. На музыку Леонида Десятникова художником был Николай Симонов. И что интересно, Алла Сигалова выступила в качестве как режиссера-хореографа, так и исполнительницы, танцовщицы, актрисы этого спектакля с прекрасным Андреем Меркуриевым. Это был очень интересный проект, очень интересный спектакль, мультижанровый, пласт-драма. Было очень интересно. И вообще я в какой-то большой надежде, что, может быть, Алла Михайловна Сигалова ещё что-то поставит в нашем театре. Третьим спектаклем был Ромео Джульетта. Это очень интересная и актуальная сейчас была версия в постановке искромётного, талантливого Владимира Панкова. Саунд-драма специально для этого спектакля написала музыку. И решение было очень и очень интересным. И четвёртым спектаклем представилась потрясающая возможность работы и общения с выдающимся Эймунтасом Некрошусом. Это спектакль Каллигула. Из четырёх спектаклей в двух спектаклях занят Евгений Миронов. Спектакли получили и все национальные театральные премии. И, безусловно, эти четыре спектакля, конечно, в моём сердце. И я благодарю Евгения Миронова за доверие, поскольку работа в кино отличается от работы в театре. И для меня это был огромный профессиональный и человеческий опыт. Третье, это когда Евгений Миронов сказал, что мы будем заниматься серьёзно, приступим к реализации региональной программы. Надо сказать, что фестиваль театров малых городов России уже был как таковой в Театре нации и до прихода художественным руководителем Евгением Мироновым. Но, как бы мы сейчас сказали, наверное, необходим был ребрендинг, потому что хотелось более глобальной программы. И для реализации разработки этой программы мы и пригласили гуру театрального регионального сообщества, одного из родоначальников лабораторного театрального движения в России, театрального критика Олега Лаевского. И, соответственно, с 2010 года фестиваль театров малых городов становится ежегодным. И была разработана огромная программа, федеральная программа по поддержке театров малых городов России. При содействии Министерства культуры Российской Федерации. Программа большая, она включает в себя уникальный фестиваль театров малых городов России. Ну и, кстати, надо сказать, что в следующем году у нас 20-й юбилейный фестиваль театров малых городов России. Уникальность фестиваля в том, что, отыграв, участники не разъезжаются, а в течение всей недели находятся на фестивале, смотрят работы друг к другу. Экспертный совет программы формирует конкурсную программу во главе с Олегом Лаевским. Кстати, не могу не сказать, что постоянным членом экспертного совета является первый завлит театра нации, а ныне руководитель литературно-драматургической части театра Моссовета Алла Михалёва, а также приглашенные известные театральные критики. Образовательную, внеконкурсную и специальную программу кино формирую я. На фестивале каждый год около 500 участников. Конечно, в течение недели они общаются, смотрят работы друг друга. На образовательной программе большой блок посвящен артистам. Это профильные дисциплины по сценической речи, сценическому движению, мастерству актера. Что касается менеджмента руководителей, художников, режиссеров, для них также организовываем, формируем программу, лекционный цикл. Вторая составляющая этой программы – это приезд спектакля победителей в Москву и показ на сцене легендарного театра нации. И третья большая составляющая нашей программы – это выездные творческие лаборатории с участием столичных режиссеров, педагогов, насорганизаторов, критиков. Лаборатории разнообразные, очень востребованные. Лаборатории мы проводим как на базе театров. Летом мы проводим лаборатории в нетеатрально-ландшафтно-музейных пространствах. И исходя из этого музейное сообщество стало большим другом театра нации. Проводим лаборатории в Атомградах, в национальных театрах. Также лаборатории интегрируются в фестивальные программы. Словом, программа, вся программа театров малых городов России каждым годом растет, раздвигает свои рамки. И для того, чтобы был понятен масштаб программы, скажу лишь, что в стране 647 профессиональных театров в стране. И из них около 200 – это театры малых городов, не областных центров. Вот такую колоссальную ответственность на себя взял наш художественный руководитель. И теперь театры малых городов – это патронат театра наций. И, конечно, большая благодарность Евгению Миронову, что мы реализуем столь масштабный, нужный проект, у которого большое будущее. И четвертое, конечно, не могу не сказать, что, несмотря на свою огромную занятость, значительная часть жизни у Евгения Миронова посвящена благотворительной деятельности. Мы, сотрудники, друзья, вовлечены в этот процесс, но Евгений занимается этим постоянно. Это и фонд «Артист» вместе с Марией Мироновой, и с знаменитыми прекрасными друзьями, коллегами. Уже много лет фонд поддерживает ветеранов сцены. Мне думается, что и у фонда большое будущее, поскольку, возможно, когда-то фонд сможет помогать и всем деятелям искусств. И, конечно, не могу не сказать о фонде «Жизнь в движении». Евгений Миронов, Наталья Шагинян. Фонд помогает в протезировании детей. И в заключение хотелось бы пожелать всем нам в этот постпандемийный год здоровья, мирного неба над головой и процветания замечательным проектом Театра наций. Субтитры создавал DimaTorzok